Девочка-пай Основной целью проведения Олимпиад школьников является поиск и поддержка талантливых детей, содействие развитию их способностей. Безусловно, самой массовой Олимпиадой школьников является Всероссийская Олимпиада, которая проводится по широкому кругу общеобразовательных предметов. Ежегодно в состязаниях принимают участие более 330 тысяч школьников Краснодарского края. В первую очередь, диплом Олимпиады дает возможность поступить в ВУЗ без вступительных испытаний. Или же Олимпиада может быть зачтена как 100 баллов по предмету. То есть победы в Олимпиадах облегчают поступление в ВУЗ. Благодаря моему участию в Олимпиаде я смог поступить в Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова на бюджет на химический факультет. Без экзаменов. Всероссийская Олимпиада школьников состоит из четырех очных этапов. Школьного, муниципального, регионального, заключительного. Школьный этап является самым главным и массовым этапом, в котором принять участие может каждый желающий с 4 по 11 класс. В следующий, муниципальный этап, проходят учащиеся с 7-11 классов, набравшие для этого достаточное количество баллов. На региональном и заключительном этапах соревнуются школьники исключительно 9-11 классов. Я начала участвовать в образовательных программах Центра развития одаренности с 8 класса. С тех пор я участвовала во многих общеобразовательных сменах Центра развития одаренности, а также в учебно-тренировочных сборах, как дистанционных, так и очных. Ну и, кроме того, курсы юниор и интеллектуал Кубани. Победить в заключительном этапе, безусловно, реально. Главное — верить в себя, двигаться вперед, окружить себя людьми, которые будут вас поддерживать, и также верить в вас. И, безусловно, стараться прикладывать максимум своих усилий. В этом году я впервые участвовал в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников по географии и стал на ней призером. Из всех туров больше всего мне понравился практический этап, где нас посадили в автобусы и вывезли в лес. Там нас ждало 9 заданий. Больше всего мне понравилось то, что в этих заданиях требовалось не сколько знаний, сколько практические умения. Всероссийская Олимпиада школьников в Краснодарском крае проводится по всем 24-м общеобразовательным предметам. С 2019 года в перечень Олимпиад по иностранным языкам добавились испанский, итальянский и китайский языки. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады могут без вступительных испытаний стать студентами любого вуза России по направлению подготовки к соответствующему профилю Олимпиады. Все победители, призеры последнего этапа, а также их наставники награждаются премией администрации Краснодарского края. Конечно, самостоятельная подготовка играет очень большую роль. В первую очередь это повторение тех же периодов, которые уже пройдены, нарешивание материала в прошлых лет, потому что даже если это тебе дает преподаватель, это все равно берется из свободной базы, что можно самостоятельно найти в интернете. За последние 10 лет все задания выложены. И нарешивать, нарешивать, нарешивать. Практика лучше учитель. Я, можно сказать, никогда не выходила из своей английской зоны. Я перевела все свои устройства на английский язык. Я смотрела фильмы только на английском. И вообще английский окружал меня в жизни повсюду, так что можно сказать, что я готоваюсь к Олимпиаде круглые сутки. Олимпиады школьников проводятся и для учащихся начальной школы. Но на олимпиадные состязания этого уровня выносятся только два предмета – русский язык и математика. Юным участникам необходимо время, чтобы адаптироваться в масштабных олимпиадных соревнованиях. Поэтому их участие предполагается только на школьном этапе в знакомой им обстановке в родной школе. Не бойтесь участвовать в олимпиадах, потому что олимпиады – это не страшно. И постарайтесь сделать так, чтобы олимпиады стали не просто каким-то занятием, на которое вы выделяете несколько часов в день, а чтобы олимпиады стали вашим образом жизни. Поэтому участвуйте в олимпиадах. Это интересно, это полезно. Олимпиады рулят. Цель олимпиадного движения – это поиск талантливой молодежи, стимулирование ее творческой активности, учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности. Олимпиады помогают выявлять наиболее способных и подготовленных ребят. Каждый ребенок талантлив, и наша задача – помочь ему раскрыться. Участвуй и побеждай! Я полный абсолютный восторг. Я очень долго волновалась, получу ли я диплом или его неважно. Несмотря на то, что как бы не сомневалась в своих турах, тем не менее были какие-то волнения, и сегодня было просто прекрасное скрытие и просто прекрасные эмоции.